МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Актуальное интервью. Сегодня у нас гость, заместитель главы города Чебоксары, председатель постоянной депутатской комиссии по соцразвитию и экологии Ирина Клементьева. Ирина Клементьева, депутат Чебоксарского городского собрания депутатов от избирательного округа номер 16, Ленинский район, избрана 10 октября 2010 года. Ирина Всеволодовна получила высшее образование по специальности экономист-организатор, окончила Волговятскую академию государственной службы по специальности государственное и муниципальное управление, начинала трудовую деятельность в Агропромышленном комитете Чувашской автономной республики. С 1991 года в сфере страхования. Ирина Клементьева ведет общественную работу в качестве депутата Чебоксарского городского собрания, куда избиралась трижды. В 2010 году избрана председателем постоянной комиссии по социальному развитию и экологии и заместителем главы города Чебоксары. Ирина Всеволодовна – председатель Чебоксарского городского отделения общественной организации «Чувашский республиканский совет женщин». За достигнутые успехи в трудовой и общественной деятельности удостойна почетного звания «Заслуженный экономист Чувашской республики». Награждена многочисленными почетными грамотами. Ирина Всеволодовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Всеволодовна, вы не первый год работаете в городском собрании депутатов. Вы заместитель главы города Чебоксары. Вы председатель депутатской комиссии по соцразвитию и экологии. Какие проблемы вы видите первоочередными и какие проблемы вы решаете с депутатским корпусом? Основной функцией депутатов Чебоксарского городского собрания это нормотворчество как представительного органа власти в соответствии с полномочиями, определенными федеральным и региональным законодательством. И те принимаемые документы, правовые документы, они должны соответствовать федеральному законодательству, законам Чувашской республики, уставу города Чебоксара. И, конечно, в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Основной функцией депутатов является также контроль за деятельностью органов местного самоуправления, за должностными лицами органов местного самоуправления. И поэтому мы всегда принимаем отчеты. У нас есть форма общения, она постоянно публичная. И, конечно, есть те проблемы в городе городского значения, проблемы, которые мы обсуждаем совместно с работниками администрации города. Обязательно депутаты знают свои проблемы в округах. И есть какие-то общегородские проблемы. Поэтому работа постоянных комиссий, работа рабочих, так называемые рабочие группы, это все присутствует. И принимаются после этого какие-то решения. Программ у нас достаточно много в городе Чебоксара, которые мы контролируем. И есть такая форма контроля, как выездные комиссии, потому что очень многие постоянные комиссии выезжают на свои объекты и проводят постоянный контроль за деятельностью, выполнением программ города. Ирина Семеновна, давайте поговорим немножко про некоторые программы. Я вот знаю, что вы взяли на себя такую функцию, как народный контроль. И неоднократно выезжаете в город с какими-то комиссиями, с какими-то проверками. Какие последние были выезды, что вы проверяли, что вы контролировали? Выездные комиссии – это те проверки, которые мы планируем, которые проводим в соответствии с решением депутатов. Допустим, постоянная комиссия очень часто выезжает на проверки подготовки оздоровительных лагерей к отдыху. Или мы проверяем школьное питание, выезжаем в детские сады. Это мы все смотрим в соответствии с нашими планами. Но кроме того, есть такие проблемы в городе, на которые не обратить внимания нельзя. Поэтому мы выезжаем на такие проверки уже в качестве народных контролеров, привлекая общественность, членов молодежного парламента. И поэтому этот выезд как бы называется народным контролем. Допустим, последняя проверка была проверка аптек. Так называемые фанфурики, спиртосодержащие бутылочки, препараты, которые мы считаем не должны продаваться в ночное время. Мы выезжали в аптеки, но эта продукция может реализовываться и в киосках, павильонах. Но тем не менее, в первую очередь мы заехали на фармучреждения, потому что считаем, что они не должны торговать такой продукцией. Принято решение, что будет подписан меморандум всеми аптечными сетями, всеми, те, кто реализует данную продукцию, что они не будут торговать. Но во всяком случае, в ночное время данной продукции не нужна. Ирина Селдовна, но еще к социальному развитию, конечно, относится и обеспечение местами в детских садах. И я, насколько понимаю, что в ближайшее время эта проблема в городе может быть и снята. У нас и строятся новые детские сады, и возвращаются обратно в эту систему какие-то здания. Вы работаете в этом направлении? Да, работа в городе в этом плане проведена большая. 2014 год мы точно так же ждем появления новых, новведенных детских садов. Да, идет реконструкция, строятся новые детские сады. Но самое главное, еще мы обязательно должны более шире внедрять новые организационно-правовые формы детских садов. Это те детские сады, которые плюс к тем, что есть у муниципалитета. Но здесь появляется такая проблема, потому что надо подойти с разных сторон. Не только качественное содержание детей, сверх какие-то возможности, но и обучение детей на более высшем уровне. И чтобы эти различные формы организации детских садов развивались, мы проводим постоянно какие-то круглые столы, обсуждаем, привлекаем людей, профессионально занятых данной проблемой, потому что люди хотят работать с детьми, хотят более качественные образовательные услуги предоставлять. И в этом 2014 году у нас точно так же будет обсуждение. Сейчас администрация города отчиталась, вот в каком развитии сейчас находятся частные детские сады. В проверке контрольно-счетной палаты мы тоже поручили, чтобы проверили те, которые формы у нас сегодня есть, организации детских садов. Депутаты городского собрания предоставили льготу по арендным платежам одному из участников данной программы. И мы должны посмотреть, как развивается вот наша льгота предоставленная. Она должна пойти на развитие детского сада. Ирина Силовна, еще одна проблема города – это много бездомных животных. Есть центры передержки животных, но он, к сожалению, ему требуется помощь. И, наверное, не только небезразличных людей. Что вот в этом направлении? У нас в городе сейчас в соответствии с законодательством нельзя проводить отлов животных негуманными способами. И забота о финансировании данной статьи, она вообще-то лежит на уровне республики. И сейчас госсоветом Чувашской республики будет данный вопрос рассматриваться и будет приниматься решение. И поэтому мы должны принимать такие законы, такие решения, которые позволят воспитывать людей, ответственно относиться к тем животным, которые берут к себе в дом. Что просто так выкинуть животное нельзя, если ты его взял к себе домой. Обязательно надо проводить такую работу, которая паспорт животного, чипирование животного, кастрация и другие формы гуманного отношения к животным, чтобы они не распространялись и не наносили урон в инфекционном плане, чтобы не было покусанных людей. То есть мы должны воспитывать, а воспитывать мы можем через принятие каких-то нормативных документов. Еще одно направление соцполитики – это строительство детских площадок. Понятно, что детские площадки могут быть в каждом дворе, но в городе, по-моему, работает программа по строительству внутриквартальных детских площадок. Да, сейчас, в общем-то, мы думаем, что кроме того, что есть в наших дворах, дворовые площадки мы будем развивать, кроме того, должны быть и городские, районные, большие игровые площадки для детей. Для того, чтобы дети со всего района могли подойти. Не везде есть поблизости парки, а вот наличие таких игровых площадок нам позволит детям в одном месте, в одном районе делать, в общем-то, для того, комплекс таких игровых площадок, позволит детям там собираться, проводить различные мероприятия. У нас примеры есть. В городе имеется одна общегородская площадка для детей, это где студенческий сквер, но таких площадок мы планируем, чтобы появилось несколько, из года в год, в общем-то, надо увеличивать свои возможности, и эти площадки должны быть более интересными. В 2014-й объявлен годом культуры. Что в этом году по этому направлению будет сделано? Да, год культуры мы открыли. В общем-то, эта отрасль очень многогранная, много видов творчества есть в нашем городе, но самое главное, в этом году мы хотим ввести в действие несколько памятников. И депутата городского собрания, глава города Леонид Ильич Черкесов, в общем-то, уделяет большой работе установке новых памятников. С прошлого года мы работали над созданием памятника воинам-землякам погибших в локальных конфликтах. И в мае этого года открытие памятника состоится совместно с матерьями, чьи сыновья погибли в локальных войнах. В общем-то, вместе с ребятами, которые отслужили в это время на защите Родины, мы подготовили все для того, чтобы память о тех временах, о тех ребятах осталась. И, кроме того, вновь мы работаем над тем, чтобы у нас появился памятник православным святым Петру и Февронию, символ любви, символ семьи. Вот этот памятник тоже очень необходим для людей, потому что во время бракосочетания, в любое время нахождения на нашем заливе, было бы чудно, если такой памятник появился, люди могли подходить, фотографироваться. Ну а в торжественные моменты, тем более, это символично. Спасибо большое, Ирина Северновна, за интервью. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что у нас в гостях сегодня была замглавы города Чапоксара, председатель постоянной депутатской комиссии по соцразвитию и экологии Ирина Клементьева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин